Итак, я рада приветствовать вас всех на сегодняшнем нашем вебинаре «Тест-драйв-система бизнес-аналитики Полематика». Меня зовут Александра Смирнова, я являюсь бизнес-аналитиком в компании BI Consult. Со стороны Полематики у нас сегодня с нами Наталья Яшенкова, директор по маркетингу, Александр Малаев, разработчик ПАЗ-данных, Анна Егерева, бизнес-аналитик, и Артем Глазков, ведущий эксперт ModelOps. Начну, наверное, с презентации компании BI Consult, чтобы вам было понятно, почему именно наша компания сегодня представляет вашему вниманию «Тест-драйв-системы российских бизнес-аналитики Полематика». Перед вами наша презентация, да, такая краткая по компании. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компании системы бизнес-аналитики. И под внедрением, ну, все привыкли, наверное, понимать, да, что бизнес-аналитика – это скорее что-то про дашборды, графики, таблицы и так далее, но на самом деле это гораздо глубже, да, и более сложный такой процесс. И, соответственно, мы под внедрением понимаем такой полный цикл работы, начиная от написания технического задания, проектирования будущих систем, построения озер баз данных и полноценных ДВХ, если это необходимо в рамках проекта, вот, в том числе техническую реализацию. И важным, да, тоже моментом является обучение конечных пользователей, команды разработки. Мы имеем собственный учебный центр. На текущий момент мы обучили более 500 специалистов. Чтобы вам можно было ознакомиться с нашей деятельностью подробнее, у нас есть сайт DataFinder.ru. Ну, я направлю вам его в чате, чтобы можно было, ну, не перепечатывать, да, с экрана, а перейти, посмотреть полный спектр услуг, которые мы предоставляем. В том числе у нас есть раздел про российские BI-платформы, в котором можно тоже познакомиться с российскими BI-платформами более подробно. Вот. И есть специальный сайт отдельный, да, educationbiconsult.ru, на котором представлено расписание нашего учебного центра. На текущий момент программа, ну, система, да, обучения по полематике, она у нас находится в разработке. И если вас заинтересует, то для получения более подробной информации можно будет связаться с нашим менеджером. Контакты я также направлю вам в чате. Вот. Сразу проговорю о организационной моменте, да, на нашем сегодняшней платформе Webinar.ru, да, на которой мы с вами проводим вебинар. Есть отдельный специальный блок с вопросами. То есть обычно мы общаемся с вами в чате, да, когда встречаемся на каких-то вебинарах. Здесь отдельно под это выделен удобный блок «Вопросы», в котором легко не пропустить вопросы ваши, да, легко потом их найти, быстро зачитать, если есть необходимость, и, соответственно, видеть статистику, там, сколько мы ответили, сколько не ответили, чтобы все вопросы действительно остались отвеченными. Поэтому огромная просьба. Все вопросы мы пишем именно в этой вкладке, в вкладке «Вопросы». Вот. Если вдруг написали в чат, ну, мы постараемся это отследить, конечно, по возможности и тоже вам напомнить о том, чтобы вы перенесли этот вопрос в вопросы. Вот. Модерацией вопросов буду заниматься сегодня я. Мы их будем задавать в промежутках между такими логическими блоками по демонстрации системы. Вот. Поэтому не переживайте, на все ответим, все расскажем, все покажем. Вот. Так что, наверное, на текущий момент я передаю слово Наталье для того, чтобы она провела презентацию непосредственно системы полематика. Наталья, вам слово. Итак, меня зовут Наталья Яшенкова. Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. И я расскажу о компании и о наших продуктах, которые будут участвовать в кейсе. Компания «Полематика» работает на рынке аналитики более 10 лет. И более 5 лет мы являемся поставщиком аналитической платформы для федеральной налоговой службы. Но мы работаем не только с госсектором, а также с другими отраслями, ритейлом, энергетикой, банком, телекомом. Наша... Так, слышно меня? Да, сейчас слышно, да, но прервалась немножко связь в какой-то момент. Так, значит, я хотела сказать, что все продукты у нас ориентированы на бизнес-пользователя. У нас поддерживается тренд на самообслуживание, но при этом все наши продукты открыты. То есть заказчик самостоятельный или партнер может расширять функционал. Начнем мы с продукта «Полематика» и «Мэйл». Если говорить об импортозамещении, то здесь мы замещаем продукты SaaS, например, SaaS Enterprise Miner, SaaS Model Manager, SaaS Model Risk Management. Ну и, собственно, разработку этого продукта осуществляется команда XSaaS. И этот продукт работает в двух направлениях. Первое — это конструктор модели машинного обучения. По аналогии с Self Service BI мы можем набросать различные алгоритмы, выбрать модель «Чемпион». Это позволит экономить время и затраты. Ну и второе направление — это управление жизненным циклом модели. Жизненный цикл состоит из следующих этапов — исследования, создания модели, валидация, перевода ее в эксплуатацию. И во время перевода модели в эксплуатацию, когда она работает в промышленном контуре, качество ее постоянно ухудшается, и надо осуществлять мониторинг. Наш продукт позволяет обеспечить прохождение модели по всем этим этапам на уровне предприятия. Давайте посмотрим, например, использование email. Сегодня в нашем кейсе мы покажем, как регулярно обновляемый прогноз продаж может работать по товарным категориям и сотрудникам. Также очень часто в дешборде выносятся различные параметры клиентской аналитики, например, lifetime value или RFM анализ. Ну и вообще, в принципе, на дешборд мы можем вносить прогноз по любому параметру, который важен для бизнеса. Здесь у нас есть пример для оптовой компании, где у нас на вход есть исторические данные, динамическая сегментация и другие какие-то параметры. Алгоритмы отрабатывают машинное обучение. У нас прогноз строится в BI-системе и формируются задачи для отдела продаж, для отдела закупок. У нас есть планы по клиентам, и можно сформировать отчет по прибылям и убыткам. Ну и, собственно, машинное обучение позволяет снизить ту степень определенности, которая стоит перед управленцем для принятия решений. Но к этому этапу можем перейти, когда мы уже проанализировали свои данные и знаем вообще причину-следственную связь, что как происходит. С этим нам нужно помочь наш продукт Polymatic Analytics, который работает с большими объемами данных, позволяет анализировать на атомарном уровне. Этот продукт обладает нашей собственной технологией, мы называем ее мультисфера, аналог АЛАП. И, собственно, как он себя выглядит. Это есть размерности и факты. Мы выносим их в табличное представление. Мы можем совершать с ними различные операции. Это могут быть расчеты, это могут быть составные размерности или факты. Также у нас есть методы Data Mining, например, кластеризация ассоциативных правил, которые мы сегодня также вам продемонстрируем. И важный момент, как раз, когда мы анализируем весь массив, мы смотрим, что происходит, мы можем сформировать сценарий, какой-то аналитический срез, который будет обновляться по мере того, как обновляются данные в источнике. И этот срез мы можем перенести в Polymatic Dashboards в виде виджета или дэшборда. Ну, собственно, переходим к нашему продукту Polymatic Dashboards. Это конструктор информационных панелей. В коробке доступно около 20 визуализаций, в том числе индикаторы. План факт, есть drill down, есть drill through. Только в августе вышел релиз этой версии. По факту Polymatic Dashboards были переписаны с нуля, и новая версия называется totally new, то есть абсолютно новая. Почему нам пришлось ее так сильно обновить? Потому что у нас другой подход к архитектуре. Сейчас я вам ее покажу. Также мы понимаем, что дэшборды – это, безусловно, красота. Поэтому мы изменились, сделали более мелкую сетку и сделали хорошую работу по возможностям кастомизации, поработали с фильтрами и с доступом к создаваемым сущностям. Но обо всем подробнее. Итак, перед вами наша архитектура. Модуль Manager центральный. Он позволяет, с одной стороны, управлять пользователями, управлять другими модулями, осуществлять мониторинг, просмотр логов. С другой стороны, этот модуль отвечает за работу с источниками. То есть импорт данных происходит через этот модуль. И также здесь настраиваются у нас шаблоны глобальных фильтров. Дэшборд выступает как отдельный модуль. В ближайшее время мы планируем добавить сюда репорт. У нас вообще большие планы по расширению модулей в этой системе. Но самое, наверное, замечательное, что такие модули может добавлять сам заказчик, если ему нужно поработать с исходными данными, с датасетами, и при этом решить какие-то свои операции. Посмотрим на источники. Мы поддерживаем основные коннекторы к базам данных, к файлам. У нас есть возможность загружать данные локально, есть возможность прямого подключения, есть возможность объединения датасетов. В ближайшем времени мы планируем предоставить возможность заказчикам и партнерам разрабатывать источники коннектора, прошу прощения, самостоятельно. Давайте посмотрим по поводу безопасности уровня доступа. Мы поддерживаем Active Directory, LDAP, системные токены. У нас также есть разграничение доступа пользователями по группам пользователей. Сегодня на демонстрации мы покажем ограничения по строкам. Также у нас есть помимо стандартных бьюера, администратора и аналитика возможность создавать комбинированную роль с заборными функциями. Ну и, собственно, настройка на просмотр, на редактирование сущностям и полный доступ. Как я говорила в новой версии, у нас расширенные возможности по кастомизации. Можно добавлять собственные цветовые схемы, можно добавлять HTML-виджеты, создавать на слое дешборда какое-то уникальное изображение или вот карточку мы покажем, карточку менеджера. Есть встроенная библиотека виджетов, то есть помимо тех 20 виджетов, которые у нас есть в коробке, есть отдельная еще библиотека виджета, например, Waterfall у нас находится в этой библиотеке, ее можно скачать, загрузить и использовать. И, безусловно, мы предоставляем SDK, который позволяет создавать виджеты с нуля, загружать их также в библиотеку виджетов или редактировать существующие виджеты. Как понять, хорошая BI-система перед вами или нет? Это все зависит от тех критериев, которым вы предъявляете к системе. Вот я выбрала такие критерии из Russian BI-чат. Можете отписаться в чате, насколько вам кажется, что эти критерии актуальны именно для вас. Итак, система работает на Linux, в том числе на российской, Alt и Astra. У нас open-source база данных Postgres по умолчанию либо ClickHouse, просто добавлять свои виджеты. Можно использовать полиматика Dashboards для анонимных пользователей, для размещения Dashboard, например, на публичном сайте. И также Embedded Analytics – это очень интересная тема сейчас, которую мы активно развиваем. У нас есть несколько проектов, где наши виджеты встраиваются в другие информационные системы, и мы считаем это направление очень перспективным. По поводу дорожной карты, так как я сказала, продукт полиматика Dashboards, в общем-то, молодой, поэтому до конца года мы планируем расширить функционал, добавить вычисляемые колонки, кастомные коннекторы, модуль отчетов, рассылку сообщений и функционал выполнения операций по расписанию. Безусловно, за годы работы у нас накопилось очень много кейсов. Я не буду о них рассказывать подробно, у нас есть информация на сайте, но, безусловно, на сайте у нас не вся информация. Если хотите узнать подробности, хотите узнать больше, оставляйте заявки, давайте будем общаться, и мы вам все расскажем. Ну и я приглашаю сотрудничество к партнерам, мы помогаем работать с пресейлами, мы помогаем, у нас есть партнерская программа, мы готовы, наша система при этом достаточно открыта, можно самостоятельно делать какие-то доработки, поэтому мы как вендор хотим, чтобы нас продавали и внедряли в наши партнеры. Ну и, собственно, кейсу. Это у нас fashion retail, он собственник, то есть нам нужно создать аналитику для собственника, у него есть вопросы, к которым он обращается каждый день, пытаясь контролировать пульс своего бизнеса, а есть вопросы, которые больше похожи на гипотезу, например, действительно ли продажа товаров от посещиков люди в черном и парадис приносят 30% прибыли компании. Мы не сможем сейчас ответить на все эти вопросы, потому что времени нам не хватит, но все эти ответы есть на наших дэшбордах. Мы выбрали вариант, когда мы заранее построили дэшборды для того, чтобы проверить не только эти гипотезы, а конкретно какие-то компании или конкретно какие-то страны, а любые с помощью фильтров можно выбирать любые варианты и отвечать на любые гипотезы. Собственно, система работает так, что если в источниках данные изменятся, у нас изменятся данные на гипотезе. И, собственно, так выглядит план сегодняшнего показа. Надеюсь, Александру удалось подключиться, потому что следующий по очереди должен быть он. Он должен показать у нас ETL на Пентаха. Александр, удалось подключиться? Скажите мне, коллеги. Пока, судя по всему, нет. Мы параллельно с ним пытаемся вести взаимодействие, присылаем вам все возможные ссылки и вообще не понимаем, что это сегодня за метаморфозы, правда, с нашим вебинаром. Почему кто-то листает слайды и не пускает наших спикеров? Так, даже не знаю. Так, ну тогда мы передали... Так, есть ли вопросы? Да, давайте. Там есть буквально один вопрос. На него, конечно, уже ответили. Но давайте его, может быть, проговорим голосом, просто чтобы остальные слушатели тоже его прослушали. Михаил Зареев спрашивает. Расскажите, пожалуйста, о возможности внедрения модулей полематика в уже существующие ПО, к примеру, веб-сервис приложения. Ну, в данном случае подразумевается, что есть какой-то веб-сервис, и вы в качестве аналитики хотите использовать полематику. Очевидно, да. Ну, опять же, есть определенные возможности, да, определенные инструкции, которые позволяют это сделать. Ну, здесь мы работаем на уровне разработчиков, да, то есть мы даем какую-то информацию и проходим этот путь совместно, ну, уже в районе вместе с разработчиками. Спасибо. Так, пока больше вопросов не появилось. Еще раз, добрый день, коллеги. Я расскажу часть презентации, касающейся ETL. Значит, нам были предоставлены в качестве исходных данных три вида файлов. Это Access, Excel и XML файлы. В Access у нас шесть таблиц, в Excel две и в XML одна табличка выходная получается. Для того, чтобы BI-платформа могла с ними работать, эти данные необходимо будет загрузить в целевую базу данных и денормализовать их. Сразу обозначу, что поскольку в текущей версии BI-платформы нет ETL-инструментов для работы с файлом Access, мы использовали сторонний продукт, а именно Pentaho от компании Hitachi. Этот инструмент имеет как коммерческую версию, так и OpenSoft решение. Процесс формирования ETL в продукте Pentaho достаточно простой и основан на блочной компоновке. То есть мы набрасываем на форму необходимые функциональные блоки и соединяем их в ETL-схему. В нашем случае эта схема будет выглядеть, как представлено на экране. Здесь на входе формируются девять входных потоков, которые соответствуют количеству исходных таблиц, то есть шесть таблиц для Access, две для Excel и одна для XML. Каждый входной поток проходит в стадию сортировки и слияния с соседним потоком. И в конечном итоге они приходят в выходной поток, выходной блок, в котором формируется загрузка в целевую базу данных. Сейчас я запущу процесс, и мы посмотрим, что данные загрузятся в таблицу. То есть предварительно проверим, что данные в таблице сейчас есть. Я их удалю. И запускаем. Посмотрим таблицу. Так, вот данные появились. И после этой стадии можно уже переходить непосредственно к биоплатформе. Я передаю слово своим коллегам. Спасибо. Спасибо. Ну, по логике у нас теперь Анна, правильно? Я понимаю, вопросов пока нету. Да, поэтому... Да, Александр, да, спасибо. Так, добрый день, коллеги. Так, подскажите, мой экран видно? Если мой экран видно, поставьте, пожалуйста, огонечек. Так, отлично. Сегодня в своей части я расскажу про функциональные особенности нашего продукта, а также продемонстрирую процесс создания дашборда. Но прежде необходимо загрузить данные в систему Polymatico. Для этого требуется перейти в инструмент Manager. Собственно, здесь мы сейчас и находимся. Polymatico Manager – это центральный модуль по управлению настройками в системе и по управлению данными. Добавление источников данных, в частности, баз данных, осуществляется на одноименной вкладке «Источники». Мы работаем с базами данных SQL и можем подключаться к различным сервисам, такие как Utrek, Trello, Kaggle и так далее. Далее необходимо загрузить данные из источника. Мы можем загрузить данные из тех источников, которые мы добавили на предыдущем этапе. Также можем загрузить данные из модуля Polymatico Analytics или же можем импортировать данные из файлового формата XML, Excel, JSON, CSV. Мы же добавим данные из базы данных Postgre. Вставим заранее заготовленный мною SQL скрипт. Наш модуль автоматически определяет тип данных в столбцах. Далее необходимо присвоить имя нашему датасету. Пусть это будет BI-Consult demo01. Далее можно задать описание нашего датасета и настроить права доступа для группы пользователей или для каких-то определенных пользователей. Сохраняем наш датасет. Он у нас загружается. Когда датасет загрузится, мы можем непосредственно перейти в наш датасет и просмотреть количество строк в нашем датасете и просмотреть сами данные. Вернемся к списку датасетов. Помимо загрузки данных в локальное хранилище, есть также возможность прямого подключения к источнику. Для этого в списке источников необходимо выбрать сам источник и подключиться к нему напрямую. Также в модуле Polymatic Manager мы предусмотрели возможность объединения датасетов. Здесь мы можем объединить два и более датасета при помощи оператора Join. Для этого необходимо настроить параметры объединения. Выбираем ключи, выбираем тип объединения. Мы предусмотрели четыре типа. Это Left Join, Right Join, Full Outer Join, Inner Join. Выбираем вторую таблицу, с которой мы будем объединять данные, и ключ второй таблицы. Нажимаем «Применить» и в списке датасетов у нас появляется новый датасет, которым мы также можем пользоваться в процессе построения виджетов на дашбордах. Коллеги, мы рассмотрели процесс загрузки данных. Давайте теперь рассмотрим функциональные возможности нашего продукта и далее построим собственный дашборд и виджеты на нем. Но прежде мы готовы ответить на ваши вопросы, которые могли у вас возникнуть в ходе загрузки данных. Пока был только один вопрос. Давайте я его зачитаю, опять-таки, чтобы все слушатели могли послушать. Есть ли какой-то язык запросов типа MDX? Так, коллеги, на текущий момент у нас его нет, но он у нас планируется в конце сентября, в начале октября универсальной API, при помощи которого мы сможем забирать данные из других систем. Пока отвечали, как раз еще один вопрос возник у пользователя Алексея Семилетов. Такой вопрос. Есть ли возможность подключиться к файлам в облаках типа Яндекс, Мейл и так далее, к файлам на он-премис, в Шарп-пойнте, и забирать данные из API сторонних поставщиков? Да, коллеги, ну, как я уже сказала, у нас вот в ближайших версиях появится новый универсальный API, да, при помощи которого мы сможем уже забирать данные из большого списка источников, скажем так. На текущий момент мы можем забирать данные из тех источников, да, которые я продемонстрировала, вот, и также по запросу мы можем разработать абсолютно любые коннекторы, да, срок разработки коннекторов у нас составляет от двух недель. Спасибо. Алексей Семилетов еще спрашивает, планируются ли какие-то лоу-коды, лоу-код парсеры к JSON, XML структур? Так, коллеги, давайте на вопросы такого более технического характера ответят мои коллеги в чате, поскольку на данный момент я не могу точно ответить на такой вопрос. Да, хорошо, договорились, да, я думаю, что сейчас довольно оперативно Василий ответит. Да, пока можем переходить к следующему блоку. Так, я снова перехватываю экран. Так, теперь мы переходим к модулю, который называется Polymatica Dashboards. Он предназначен для визуализации данных на дашбордах. Дашборд, который мы сегодня демонстрируем, посвящен кейсу Fashion Evolution и воспроизведен на данных, загрузку которых мы только что вам демонстрировали. Наши дашборды могут состоять из неограниченного числа вкладок, которые можно копировать, удалять, переименовывать, менять местами и так далее. При помощи панели вкладок мы можем перемещаться между вкладками нашего дашборда. Также в новой версии мы предусмотрели возможность создания таких вот ссылочек для перехода, которые можно визуализировать как кнопки перехода для удобства навигации между дашбордами. На главной странице дашборда в виде индикаторов вынесены основные показатели по продажам, которые позволяют нам ответить на основные вопросы кейса. Это количество проданных товаров, это общая сумма продаж, это выручка и средняя скидка по товарам. Сразу хочу обратить внимание на индикатор средняя скидка. У нас имеются встроенные базовые функции расчета. Это сумма, минимум, максимум, среднее количество. В данном случае мы, естественно, использовали average, чтобы рассчитать среднюю скидку. Далее в виде комбинированной диаграммы отображены выручка и прибыль по категориям и по товарам. Также дополнительно на круговой диаграмме выведены доли поставщиков и заказчиков в общем объеме прибыли компании. И на дашборде видели нечатых диаграмм, показанные рейтинги топ-товаров по прибыли, по объему проданных товаров и топ-поставщиков по объему продаж. Здесь можно сразу ответить на 10-й вопрос кейса, и мы видим, что Азия Мода не входит в топ-5 поставщиков. Давайте теперь непосредственно перейдем к функциональным возможностям нашего продукта. При работе с виджетом мы можем его фильтровать, при этом фильтруя остальные виджеты на дашборде. Для этого необходимо нажать на элемент виджета. В данном случае мы нажали на заказчика Grunwald, и все виджеты на дашборде перестроились. Для фильтрации всех виджетов на дашборде настраиваются связи между виджетами. Все это делается на уровне интерфейса и доступно для любого бизнес-пользователя. Причем сами виджеты, они могут быть созданы из разных датасетов, из разных источников. Для связывания виджетов необходимо настроить ключи на панели инструментов справа. Все наложенные график-фильтры мы можем увидеть в окошечке фильтров. Вот мы видим наложенный график фильтра. Здесь мы можем сбросить все наши фильтры. Далее давайте перейдем к следующим возможностям фильтрации в нашем продукте. Это глобальные фильтры. Есть четыре режима использования глобального фильтра. Это выбор одного значения. Это множественный выбор. Это использование календаря. И это вот данных, которые я вам продемонстрирую чуть позже. Данные на дашборде можно просмотреть за какой-то определенный год или задать какой-то определенный интервал. Для этого мы можем воспользоваться встроенным календарем или вручную задать какой-то интервал. Я задам интервал вручную, ввиду начало 2007 года. И давайте просмотрим данные вплоть до 7 июля 2007 года. Виджеты на дашборде у нас перестроились, исходя из наложенного глобального фильтра. Давайте снимем наши фильтры и воспользуемся фильтром по выпадающему списку. Выберем один из элементов, страну США, категорию товара выберем, женская обувь. Виджеты у нас перестраиваются, пересчитываются. И таким образом мы отвечаем на первый вопрос нашего кейса и получаем следующих прибыльных заказчиков. Это магазинчик No.Blue и заказчик Bond. Также можно открыть панель фильтров и дополнительно отфильтровать наш дашборд, если в этом есть такая необходимость. Здесь же мы можем сбросить все наложенные фильтры. При помощи глобального фильтра и индикатора ответим на десятый вопрос кейса и узнаем, приносят ли поставщики люди в черном и парадис 30% прибыли компании. И здесь мы видим, что они приносят лишь 8,5% прибыли компании. Перейдем к следующему функциональному функциональной возможности нашего продукта. Это drill down, это детализация данных. При работе с виджетом у нас есть возможность детализации перехода на уровень ниже без фильтра. То есть мы переходим на один уровень иерархии ниже и отрисовка у нас происходит по другой размерности, по товарным наименованиям. Также мы можем осуществить переход, активируя drill down и перейти на размерность ниже с учетом наложенного фильтра. Выбираем пляжную одежду и переходим на уровень ниже. Здесь у нас доступны те товары, которые присутствуют в товарной категории пляжной одежды. И что мы здесь видим, что наиболее прибыльным товаром у нас является купальник ривьера, а топ товар по продажам являются летние ботинки. Далее рассмотрим еще одну функциональную возможность, которая называется drill through. При работе с виджетом у нас есть возможность осуществлять переход по ссылке с передачей в качестве параметра значения элемента виджета. В качестве примера нажмем на товарную категорию одежда для новорожденных, выполним детализацию и перейдем по ссылке на другую вкладочку нашего дашборда, которая называется продажи. И сразу обратим внимание на то, что в качестве значения фильтра у нас осталось переданное значение одежда для новорожденных и все виджеты на дашборде у нас перестроились, исходя из наложенного фильтра. И здесь мы можем сразу ответить на седьмой вопрос из списка и говорим о том, что наиболее продуктивный день продаж у нас это вторник. Воспользуемся случаем, предварительно сбросим наложенные фильтры и в списке товаров найдем ботинки «Раннер». Кликаем на данный товар и здесь мы видим следующую картину, что пик продаж у нас приходится на месяц январь, что может быть связано с новогодними распродажами, и на месяц октябрь, что может быть связано с подготовкой к зимнему сезону. Также просмотрим информацию по товару «Костюм для бега». Здесь мы видим, что начиная с 2004 года прибыль и выручка у нас постепенно снижаются и в 2007 году достигло своего минимума, но так как у нас данные не полные за 2007 год, а лишь до июля, то, соответственно, еще рано делать выводы о том, стоит ли нам убирать данный товар из ассортимента, поскольку на графике слева мы видим, что основной пик продаж приходится на холодное время года, на октябрь, ноябрь, декабрь. Соответственно, выводы мы сможем сделать только тогда, когда получим полные данные за 2007 год. Наши виджеты могут быть созданы из разных датасетов, которые сформированы в нашем расчетном модуле «Полиматика Аналитикс». Виджет по дням недели создан именно из такого датасета, и из данного виджета мы можем перейти в наш аналитический модуль, который называется «Полиматика Аналитикс». Этот модуль может агрегировать данные, выполнять сложные расчеты, а также разбивать даты на кварталы, месяца, дни, недели и так далее, вплоть до секунд. В этом модуле мы работаем с таким понятием, как мультисферы. Мы их видим на экране. Это такое некое подобие All-Up кубов. Давайте откроем мультисферу, посвященную кейсу Fashion Evolution. И проведем ABC-анализ. Для этого на рабочую поверхность я вынесу страну клиента, далее прибыль. При работе с фактами, с нашими числовыми показателями, мы можем сортировать наши факты, создавать копии, выполнять различные расчеты. В данном случае я отсортирую значения по убыванию, сделаю копию нашего факта. И мы здесь можем выполнять различные быстрые расчеты, изменяя виды фактов, можем представить данные в виде процентов, в виде нарастающего итога, подсчитать среднее количество уникальных, отклонение минимум, максимум и так далее. В нашем случае мы применим ABC-анализ. И что мы здесь видим? Мы видим, что вот эти страны, которые я сейчас отмечу, приносят 80% прибыли. Ну, в данном случае чуть больше 80%, 82%. Также у нас в группе на YouTube есть ролик про ABC-XYZ-анализ. Коллеги сбросят ссылочку в чат, обязательно посмотрите. Также у нас есть встроенные инструменты кластеризации и ассоциативные правила. Последнее мы сейчас рассмотрим на примере наших товаров. Да, я немножко расскажу про ассоциативные правила. Они позволяют анализировать поведение покупателей по позициям в чеке. Есть известные примеры выявления нестандартных взаимосвязей, например, покупка подкузников вместе с пивом. Или более логичных и ожидаемых, например, яблоки с сыром. Для фэшн-индустрии этот метод помогает подготовить рекомендации с этим товаром, часто приобретают. А также эта информация может быть полезна для продажников и закупщиков. Всего у нас должно получиться 77 правил. И давайте посмотрим самую популярную пару. Она у нас немного неожиданная. Как вы видите, у нас ботинки. То есть логично предположить, что должны быть товары взаимодополняемые, но они скорее конкурентные. При этом у нас неплохая популярность, практически процент. Мы видим, что каждый пятый предпочитает эту пару по прямому правилу, и каждый третий по обратному. При этом лифт у нас, для значимого правила, должен быть больше единиц. У нас практически семь. Вторая позиция футболка и шорты выглядит более логично. Я предлагаю посмотреть, что покупать вместе с нашим лидером по прибыли. Это платье-холтер. Самое популярное у нас сочетание получается костюм. Уолтер и платье-холтер. Каждый десятый выбирает такую комбинацию. И давайте сортируем по достоверности. И увидим, что есть наборы, которые хоть и актуальны для малого числа чеков, но если человек взял футболку Game Over, комбинезон Mechmed, платье-холтер, то точно добавят корзину и перчатки с опора. Ассоциативные правила используются не только в продажах. У нас, например, был кейс поиска аффилированных компаний, участвующих в тендере. Но и самое главное, что в полиматике Analytics этот функционал доступен по одной кнопке и базовой поставки. Аня? Да, Наталья, спасибо большое. Возвращаемся в полиматику Dashboards на вкладку продажи. Также на текущей вкладке Dashboard у нас выведена информация по продажам менеджеров. И есть глобальный фильтр по местоположению офиса. Он у нас представлен в виде чекбоксов. Давайте воспользуемся глобальным фильтром. Выберем офис Стокгольма. И посмотрим, какой из менеджеров дает наибольший объем продаж. Данным менеджером является Carson Robb. Это и будет являться ответом на четвертый вопрос. В восьмом задании кейса задается вопрос о том, какие товары конкретно продал Эрик Пресли, по какой цене и с какой скидкой. Мы кликаем на сектор круговой диаграмм, линейчатый диаграмм, прошу прощения, который соответствует данному менеджеру. Выполняем детализацию и переходим на карточку менеджера. Сразу обратим внимание на то, что в глобальном фильтре у нас установлено переданное значение и данные на вкладке дашборда у нас также отфильтровались, исходя из наложенного фильтра. На дашборде мы видим основную информацию о менеджере, его данные в виде карточки, его фотографию и таблицу по проданным товарам. На дашборде есть возможность создания и добавления объекта, который формируется из произвольного HTML, CSS-кода и набора данных из датасета. На данную карточку мы также можем воздействовать при помощи глобального фильтра и при изменении значения в глобальном фильтре данные у нас, собственно, меняются. На табличке с проданными товарами мы можем просмотреть информацию о всех товарах, которые продал Эрик Пресли. Если говорить про саму сводную таблицу, то сводная таблица включает в себя следующие возможности. Это сортировка на самой сводной таблице, это фильтрация данных, это изменение местоположения наших атрибутов, это раскрытие и скрытие наших иерархичных списков. Помимо фильтрации на самой сводной таблице также есть возможность влиять на данную таблицу при помощи глобального фильтра. Здесь я показываю вам глобальный фильтр с поиском данных, который я обещала показать в начале своей презентации. То есть здесь необходимо ввести слово или букву, я ввожу словосочетание муж и на таблицу у нас данные отфильтровались и нам стали доступны категории товаров, которые включают в себя корень муж. Также на дашборде у нас представлен виджет по выполнению годовых плановых показателей менеджерами на основании исторических данных. Но мы также можем выполнять прогнозы. Я перехожу на вкладочку ML и на этом этапе передаю слово своему коллеге Артему, который подробно расскажет про возможности прогнозирования. Артем, тебе слово. Да, Аня, спасибо. Коллеги, здравствуйте. Соответственно, да, чтобы помочь нашему уважаемому директору Эрику Пресле принимать правильное решение, важно не только видеть наглядную картинку по свершившимся фактам, но и иметь на руках прогноз наступления будущих событий. То есть не только видеть события, но и предвидеть будущие наступления. Вот, и в решении этой задачи нам помогает платформа Polymatic, а конкретно ее модуль Polymatic ML, в котором, соответственно, пользователю доступен широкий арсенал различных предиктивных моделей машинного обучения. И на данной вкладке дашборда мы видим уже готовые результаты отработки этих моделей. Вот, что здесь можно зафиксировать, да, слева, во-первых, модель позволяет предсказать выполнение годовых показателей по компании, да, то есть здесь мы соотносим плановые показатели плюс факт и прогноз, да, и такой прогноз строится не только на уровне организации, но и также доступен в декомпозиции по отдельным сотрудникам. Вот, и мы заранее можем выявить направление отдельных менеджеров, где там наибольший риск фиксируется отставание от целевых показателей по итогу года. А справа, в правой части экрана, да, доступен график, который регулярно обновляется, и этот график фиксирует факт по выручке товарных категорий плюс прогноз, да, то есть, соответственно, это полезно для того, чтобы выстроить правильным образом объемы закупок на предстоящие месяца и сформировать точный прогноз по прибыли и убыткам. Так, теперь давайте, да, я перейду в инструмент, непосредственно, где строятся такие предиктивные модели. Сейчас расшарю свой экран. Так, скажите, пожалуйста, видно ли мой браузер? Прожмите значок огня. Да, отлично, спасибо. Соответственно, перед вами графический интерфейс разработки модели машинного обучения. Вот, давайте зайдем в тот проект, который был создан в рамках нашего демо-кейса. Вот, и, соответственно, в нем как раз происходит разработка предиктивных моделей, то есть графический интерфейс, основная часть экрана представлена рабочая область, на которую пользователь размещает функциональные блоки, размещает кубики, объединяет их между собой, да, и по итогу получает готовую обученную модель машинного обучения. Система реализована таким образом, что все функциональные блоки уже обладают базовыми параметрами, что позволяет пользователям даже, которые еще только начинают знакомиться с машинным обучением, не обладают глубокими знаниями, построить модель базового качества. Вот, а опытные специалисты в машинном обучении смогут подстраивать настройки в этих функциональных блоках для того, чтобы построить самую точную модель. Вот, из каких этапов, соответственно, состоит наш процесс разработки модели, да, слева, соответственно, мы подаем на вход нашему алгоритму данные для обучения, да, то есть, соответственно, модель посмотрит на исторические данные, на исторические продажи для того, чтобы выявить полезные закономерности для предсказания будущих продаж. Вот, соответственно, да, следующие блоки – это именно аналитическая предобработка данных, да, да, смысл такой обработки – это привести таблицу для обучения модели в правильный вид, да, чтобы модель в итоге у нас получилась точная и эффективная. На, ну, пример такого блока – это блок фильтра. Например, если мы, как эксперты, понимаем, что там наш генеральный директор Эрик Пресли больше уже не занимается продажами, а чисто руководящую должность теперь занял, да, то есть прогноз по нему отдельно строить не надо, то мы можем его отдельно из прогноза исключить, чтобы, соответственно, модель знала эти организационные изменения. Вот также есть возможность написать свои расчетные атрибуты, да, то есть есть встроенный конструктор формул, который позволяет делать расчетные колонки и учитывать различную дополнительную логику, которую знают бизнес-пользователи и которую важно учесть в модели при ее разработке. Да, соответственно, после того, как мы подали на вход данные, определили то, что мы будем прогнозировать, сказали алгоритму, что является целевой переменной. Вот в нашем случае целевая переменная – это оборот по позиции, то есть выручка. Вот, и, соответственно, дальше мы строим различные алгоритмы обучения, чтобы спрогнозировать наступление будущих продаж. Да, здесь тут, да, важно отметить, что алгоритмы, которые работают под капотом, то есть математик, реализованы на open-source технологиях, то есть это не проприетарные алгоритмы, а именно те библиотеки, которые пользуются сейчас наибольшим спросом, наибольшей популярностью у дата-сайентистов. Вот, то есть все эти настройки, которые есть у этих библиотек, они 100% воспроизведены в этом инструменте. Ну, да, и вот каждый, соответственно, блок, каждый функциональный элемент, он позволяет проанализировать результаты отработки, то есть генерирует различное количество диагностических отчетов, на котором мы можем видеть, например, что является важным для того, чтобы модель, какой показатель является важным, чтобы модель смогла прогнозировать будущие продажи. Да, соответственно, модели построили, теперь важно их сопоставить, сравнить между собой, чтобы понять, какая из моделей получилась наиболее точная. Вот, соответственно, мы здесь сравниваем несколько различных алгоритмов, нейронную сеть, случайный лес и различные бустинги, и применительно к нашему конкретному демо-кейсу самым точным моделью оказался случайный лес. Да, вот именно его мы будем дальше использовать для того, чтобы регулярно прогнозировать продажи. Вот, но перед тем, как зарегистрировать модели в репозитории, очень часто важно посмотреть на те закономерности, которые алгоритм отловил, на основании чего, собственно, он будет прогнозировать наступление будущих событий. Вот, и здесь реализовано довольно большое количество различных методов интерпретации модели, для того, чтобы модель, как бы, для пользователя перестала быть черным ящиком, да, а обладала вполне понятными закономерностями, было ясно, исходя из каких факторов принимается прогноз в прогнозе то или иное значение. Вот, то есть, например, здесь видим, что сезональную составляющую модель смогла уловить, да, с точки зрения аккаунт-менеджеров тоже система видит разбиение, да, то есть какой-то менеджер продает много, кто-то не очень, да, и, ну, и, соответственно, этот фактор тоже закладывается в модель, эти все закономерности в алгоритм автоматически фиксируются. Ну, то же самое можно сказать по товарным категориям, то есть по товарным категориям закономерности тоже модели были успешно отловлены и зафиксированы. Да, после того, как, соответственно, мы создали модель, мы ее регистрируем в репозитории модели машинного обучения, то есть важно не только создать модель, но и правильным образом ее внедрить в эксплуатацию, чтобы она уже приносила практическую пользу. Управление моделью уже, которая обучена, осуществляется с помощью репозитория Model Manager, да, вот давайте посмотрим на ту модель, которую мы разработали в этом пайплайне. Вот видим, соответственно, кто разрабатывает модель, когда была разработана, какие факторы являются значимыми для нашего алгоритма, что, соответственно, нужно подать на вход нашей модели, чтобы она заработала, и что является результатом применения нашей модели. Соответственно, модель прогнозирует продажи. Как мы и видели в дашбордах. И, да, очень важно при использовании моделей сокращать время на развертывание, да, и, соответственно, здесь решение позволяет пользователю максимально независимо от IT-подразделения внедрять модель в эксплуатацию, да, то есть с помощью такого графического интерфейса можно ставить модель на регламент либо в режиме реального времени, либо в пакетном режиме. То есть, например, мы вот эту модель, которую разработали, мы хотим ежемесячно обновлять, ежемесячно, соответственно, получать более точные данные, вот, ну, для того, чтобы, соответственно, прогноз по году от месяца к месяцу был более точным. Здесь, соответственно, тогда мы поставим исполнение моделей на расписание. Вот, таким образом мы посмотрели, как в рамках единого аналитической платформы Polymatica мы в комплексе решаем задачи как описательной, так и предиктивной аналитики. И вот если есть какие-то вопросы по модулю машинного обучения, то я с радостью их готов прокомментировать. По машинному обучению пока вопросов нету, как таковых, да, но есть вопросы про саму систему, может быть, имеет смысл сейчас пока про них рассказать. Да, мы не упомянули в ходе демонстрации никак про ролевые доступы, про разграничение прав доступа. Вот об этом хотелось бы немножко озвучить для всех слушателей, потому что это такой функционал довольно актуальный и важный для наших заказчиков. Не знаю, Анна, может быть, смысл? Мы можем демонстрировать. Давайте попозже. А, все, все, я поняла, хорошо. Да, отлично, тогда передаю слово Ане. Да, спасибо, Артем, большое. Так, да, коллеги, спасибо. Возвращаемся на главный экран нашего дашборда. Нашим дашбордом можно делиться. Делимся мы ссылочкой на дашборд с неограниченным доступом либо с ограничением по паролю или с ограничением по времени. Также активный слой дашборда можно экспортировать в формате картинок jpeg.png или в файловом формате Excel. По каждому из виджетов можно просмотреть информацию, кто автор создания данного виджета, когда он был создан, когда его обновляли и на основании какого датасета он у нас сформирован. Также каждый виджет по отдельности можно экспортировать в формате картинок jpeg.pdf.png или в файловых форматах CSV, JSON, Excel, XML. Также хочу рассмотреть такой важный момент, как ограничение доступа пользователей к данным. Для этого мы переходим в инструмент менеджер и переходим в настройки датасета, на основании которого сформирован наш дашборд. Перехожу на вкладочку «Ограничение данных». На уровне датасета есть возможность ограничения данных как на глобальном уровне, так и на локальном уровне. Я уже настроила ограничение доступа к данным для тестового пользователя А. Егерева тест по стране Германии, то есть данному тестовому пользователю будет доступна информация только по данной стране. Для того, чтобы это проверить, мы перейдем в новое окошечко в режиме «Инкогнито», перейдем на наш демо-стенд, заходим под учеткой тестового пользователя, на вкладочку «Дэшбордс». Нам доступен наш дашборд «Биаконсалт». Переходим на дашборд, и здесь мы видим, что для нашего тестового пользователя А. Егерева тест действительно доступны данные только по стране Германии. Коллеги, мы рассмотрели с вами пример готового дашборда. Далее я готова перейти к демонстрации процесса создания своего дашборда и виджетов на нем. На главной странице расположены проекты, которые можно сортировать по дате и по наименованию. Также можно отсортировать только свои проекты, и можно просматривать проекты в виде списков. Добавим наш новый проект. Ему необходимо задать наименование. Пусть это будет демо «Биаконсалт». Также можно задать цветовую гамму нашего проекта. По умолчанию доступно 12 цветовых гамм. При необходимости вы можете добавлять свои кастомизированные тематики. Далее необходимо выбрать пиктограмму нашего проекта. Можно задать описание проекта. И можно настроить права доступа для группы пользователей или для каких-то определенных пользователей. Создадим наш новый проект. Перейдем в него. И в режиме редактирования начнем формировать наш первый виджет. Выберем компонент. Пусть это будет линейчатая диаграмма. Выберем набор данных. Можем выбрать тот набор данных, который мы сегодня с вами загрузили. Зададим сразу же наименование нашему виджету. И далее методом drag and drop начинаем формировать наш виджет. Атрибут категории наименования перенесем на ось Y. Прибыль отнесем на ось X. При необходимости можно отсортировать наши данные по убыванию, по возрастанию. Я отсортирую по убыванию. Далее сюда можно вынести показатели A и B, если потребуются варианты расчета. Также можно настроить локальные фильтры. Можно детализировать наши данные при помощи инструмента drill down. Давайте в качестве примера сюда вынесем наименование нашего продукта. И далее настраиваем виджет под себя. Можно выбрать варианты расчета показателей, если мы задали показатели A и B. Далее настраиваем виджет. Можно убрать, добавить всплывающие подсказки. Можно убрать или оставить легенду, обрезать наименование, сетку ось X задать. Также можно задать свою цветовую схему в качестве примера. Зададим цветовую дифференциацию. В данном случае это розовый цвет. И далее можно ограничить разрядные значения. Я ограничу до нуля. и можно ограничить количество записей на странице. Далее необходимо настроить права доступа на данный виджет. Опять же, для группы пользователей или для каких-то определенных пользователей. Сохраним наш виджет. Его мы можем перемещать в пределах дашборда. Можем уменьшать, увеличивать. И далее мы можем добавить глобальный фильтр. Я добавлю уже готовый глобальный фильтр из нашего списка шаблонов. Так, глобальный фильтр по году. Назовем его год. Выберем расположение наименования сверху. Сохраним наш глобальный фильтр и свяжем его при помощи ключа. Так, найдем наш ключ. Так, коллеги, прошу прощения. Давайте мы создадим новый шаблон фильтра. Для этого необходимо задать наименование нашего шаблона. Выберем расположение наименования нашего фильтра. Выберем тип фильтра. Пусть это будет список, то есть выбор одного значения. Выберем датасет, который мы сегодня загружали. Выберем сам ключ. Пусть это будет год заказа. Выберем сортировку направления от А до Я. Так, создадим наш фильтр. Так, обновим дашборд. И добавим наш фильтр, который мы только что создали на дашборд. Связываем его по году. Да, и при изменении значения в глобальном фильтре данные на виджете у нас меняются. Так, коллеги, собственно, я вам продемонстрировала возможность создания своего дашборда и виджетов на нем. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете их задать. Также хочу обратить внимание на то, что у вас есть возможность ближе познакомиться с нашим продуктом. Мы выдаем логины и пароли на демо-стенд, где вы можете самостоятельно протестировать функционал нашей системы. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Анна. Наверное, имеет смысл. Тут, конечно, Василий ответил на эти вопросы, но опять-таки, раз просто не единожды встречался этот вопрос, про адаптивную верстку, вообще про то, как это выглядит на мобильных устройствах, на планшетах, ну, в смысле, как выглядят все отчеты в вашей системе. Можете немножко озвучить вот так вот голосом? Да, коллеги, интерфейс нашей платформы является полностью адаптивным. У нас нет своего собственного мобильного приложения, но вы можете просматривать наши дашборды через мобильные устройства или через планшеты. Интерфейс, еще раз повторюсь, является адаптивным. Спасибо. Так, про что-то еще тут было. А, вот, Алексей Семилетов спрашивает, можно ли формировать настраиваемые всплывающие подсказки с большим количеством показателей внутри? Так, коллеги, а на этот вопрос уже был задан ответ? Да, вот буквально только что у меня на глазах. Давайте. Давайте я, может быть, зачитаю тогда. Да, Василий Майоров, соответственно, ваш коллега отвечает, что в коробке сейчас этого нет, но говоря о виджетах и их настройках, можно использовать и создавать, настраивать свои виджеты SDK. Да, я дополню, настраивать виджеты с использованием SDK, соответственно, то есть ограничений по визуальным составляющим и их настройкам их в целом нет, потому что у нас есть SDK, который мы предоставляем и если у вас есть со своей стороны компетенции на JavaScript, можно разработать свой виджет, либо перенастроить текущий виджет, либо обратиться к нам и мы можем, соответственно, либо создать какой-то виджет под вас, если это необходимо, либо изменить настройки текущего виджета. Вот, но отвечая на этот вопрос, по вашему примеру, сейчас конкретно этого нет в коробке, чтобы показать, но в целом потенциально сделать это можно. Спасибо огромное, Василий. Так, еще, наверное, мне показался интересным вопрос, тоже на самом деле у заказчиков бывает такой запрос, в принципе, про возможность дрилдауна вплоть до исходных детальных данных. Расскажете тоже кто-нибудь голосом поподробнее об этом? Здесь, опять-таки, Василий уже, конечно, ответил, но я говорю, не все, естественно, из наших слушателей заглядывают в блок вопросов, а наверняка интерес к этому есть. Василий, может, вы развернуто просто еще раз расскажете про возможности ввода по лимонтике аналитика? Я говорю о варианте трилдауна. Первое, это если мы находимся в рамках одного виджета, мы можем проваливаться на уровне ниже, при этом без ограничений, то есть мы нажимаем на конкретный элемент, на столбец, в столбочной диаграмме, например, мы проваливаемся на уровень ниже и так далее, и так далее. Второе, это возможность в целом построить работу таким образом, что у вас может быть несколько дашбордов. Например, один дашборд это дашборд руководителя, его рабочее место, а другой дашборд это какая-то детализированная информация. И находясь на дашборде руководителя, руководитель может, соответственно, смотря на какой-то числовой индикатор на верхнем уровне, да, у него может возникать желание провалиться на другой дашборд с передачей фильтра на этот самый другой дашборд с учетом того, что он, соответственно, нажимает, выделяет и так далее. Такая возможность тоже есть. Есть возможность настраивать привязку между вкладками, между дашбордами. И третий вариант это работа в связке наших двух продуктов Polymatic Analytics и Polymatic Dashboards, когда, соответственно, мы источником для виджета для дашборда является Polymatic Analytics, то в этом случае мы можем из дашборда напрямую, из виджета провалиться в аналитический модуль Polymatic. И там уже, соответственно, то есть кейс какой может быть, руководитель находится на дашборде, просматривает какую-то информацию на верхнем уровне, у него возникает вопрос, откуда взялись, те или иные данные. Хотелось бы, чтобы аналитика как-то проанализировала более детально. Мы, соответственно, можем напрямую находясь на дашборде, перейти в аналитику и в аналитическом модуле, который ранее показывала Анна, есть возможность уже с использованием функционала аналитики понять, откуда у нас взялись те или иные аномалии, всплески и так далее. Это третий вариант проваливания в данных. Это может быть. Отлично. Спасибо огромное за такой подробный ответ. Так, ну, каких-то еще таких вот ответов, вопросов, которые хотелось бы прям вслух проговорить. Я бы хотела прокомментировать вопрос по поводу отчета биоотчета Громова. Собственно, действительно, выход новой версии, о которой я говорила, мы вышли только в августе, он действительно меняет нашу позицию, мы прикидывали, связываясь отдельно с ребятами из био-консалта, и, соответственно, действительно, позиция наша меняется с выходом новой версии, но поскольку, опять же, следующий цикл у нас в феврале, да, подскажите мне, когда вы будете приступить к следующей оценке? Да, 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 февраль все правильно, февраль 23. До февраля, да, мы будем еще наращивать свой функционал, чтобы действительно выйти в топ. У нас очень, опять же, амбициозные планы в этом направлении. Все, отлично, большое спасибо, что прокомментировали. Так, сейчас тогда еще попрошу вас сразу прокомментировать тоже частый запрос от заказчиков, чтобы им понимать, какая нужна команда для того, чтобы вот прям с нуля взять и реализовать, ну, как бы, перейти на работу в системе полематика. Какие минимальные компетенции нужны для команды? Ну, опять же, мы позиционируем свое решение как довольно простое в эксплуатации, в разворачивании, поэтому, ну, безусловно, для разворачивания стенда нужен девопс, ну, это, наверное, классическая история, стенды всегда разворачивают, да, люди с определенными компетенциями, а внутри, собственно, для настройки дешбордов нужны бизнес-аналитики, которые могут делать все самостоятельно. Опять же, если возникает вопрос кастомных виджетов, каких-то, ну, вот, идей, там, доработки тех же самых тем, то тут, конечно, без разработчика не обойтись, нам нужен джаваскрипт, а так, в принципе, компетенции обычного бизнес-аналитика должно хватить. Спасибо. Так, тут появился новый вопрос. Я думаю, что он немножко по-другому, конечно, должен звучать. Сейчас он звучит так. Показать все варианты дешбордов в интернете в обзорах не встретил ни одного показа всех. Я понимаю, что вряд ли речь идет о дешбордах, наверное, речь идет о типах визуализации, которые доступны из коробки в вашей системе. Анна, может быть, вам будет удобнее как раз-таки открыть и показать нам это? Да, коллеги, к сожалению, на данный момент у нас нет полноценного дешборда, чтобы продемонстрировать все возможные виджеты, но в коробке у нас идут классические диаграммы, это линейчатая, линейная, круговая, это различные индикаторы. А в настройках вы когда настраиваете дешборд, там нет у вас панельки, где можно как раз-таки понаводить пальчиком, чтобы коллегам, слушателям было видно, какие именно? Давайте попробуем. Варианты. Давайте. Ага, спасибо большое. Ну, так просто на глаз будет как будто бы нагляднее. Так, это у нас линейчатая. Так, есть у нас линейные диаграммы. Они у вас еще из разных библиотек, да, я смотрю? Да. И они еще вложены, то есть внутри еще есть, соответственно, диаграммы с накоплением и нормированные, то есть полный набор. так, а вот здесь вот когда вы компонент сейчас искали, да, вы прям целенаправленно искали линейную, а там как понять, что конкретно там можно найти, а чего можно там не найти? Полный список месяцев. Смотрите, это опять же это наш внутренний демо-стенд, соответственно, у нас тут огромное количество разных виджетов, да, потому что мы экспериментируем, вот, как бы, когда мы направляем нашим, да, заказчикам коробку, то там, ну, все понятно, то есть там одна линейная диаграмма, да, одна линейная диаграмма, тут у нас просто такой экспериментальный стенд, скажем, да. Все, я поняла. Так, а если вот всякие библиотеки, да, вы используете, например, захотел какой-нибудь очень продвинутый разработчик из компании свою какую-то кастомную визуализацию сделать, вот, через ту же eCharts, есть возможность где-то у вас открытый код или как это происходит? Без проблем мы направляем заказчикам, да, наш SDK, то есть у вас есть возможность встраивать сюда сторонние библиотеки, добавлять свои собственные виджеты, да, то есть компоненты загружать сюда в нашу систему, никаких ограничений с нашей стороны нет, более того, вы можете брать наши текущие виджеты и дорабатывать их под себя, опять же, да, если в этом есть такая необходимость. Это все через JavaScript? Да, да. Все, так, это я поняла отлично. Ну, наверное, единственный вопрос, который мы прямо вот не осветили, все наверняка его очень ждут, это всегда важный вопрос при выборе системы, это система лицензирования. Наверное, Наталья, да, будет про нее рассказывать? Григорий, ты подключишься, расскажешь нам лицензирование. Нет, наверное. Нет, вроде он здесь. Коллеги, да, как меня слышно, здравствуйте. Отлично, да, Григорий, все прекрасно. Вот, отлично, да, наладил связь. Да, про лицензирование кратко расскажу. Давайте. Да, про основные модули, Виталий, не буду задаваться в подробности. Демонстрировать что-то будете? Нет, я, честно говоря, не планировал. А, просто устно. Все хорошо. У нас достаточно простое, поэтому, я думаю, на слух будет тоже понятно. Значит, у нас сейчас появилась программа лицензирования в виде срочных лицензий на год. То есть, мы можем предлагать клиентам пакет BI-функционала, который включает в себя функционал дашбордов, который вы видели как конструктор дашбордов, и лицензию полиматика аналитикс, модуль полиматика аналитикс. Значит, начальный пакет у нас от 30 авторизованных пользователей стоит 15 тысяч рублей в год, если говорить про срочную лицензию. Сейчас мы запускаем еще проект с одним облачным провайдером. там будет количество минимальных пользователей снижено, то есть, лицензия будет еще более доступна для компаний меньшего масштаба, кому нужно меньше лицензии. Сейчас пакет 30 пользователей включает также 4 ядра полиматика аналитикс, то есть, клиент может пользоваться дашбордами, конструировать дашборды, и также подключать и использовать наш Allap инструментарий в полной мере на 4 с полным функционалом на 4 ядра. достаточно много данных можно обрабатывать на такой инфраструктуре, то есть, может быть, несколько миллионов записей спокойно крутиться на вот такой инфраструктуре. Ну, то есть, минимальный пакет 30 пользователей, 15 тысяч за пользователя, то есть, 450 тысяч рублей в год. Есть, соответственно, пакеты с дополнительными опциями, есть постоянные лицензии, я, наверное, сейчас подробно не буду рассказывать, но по запросу мы, естественно, можем посчитать спецификации, если для клиентов актуальна именно постоянная лицензия, перманентная без срока действий. В данные предложения у нас входит годовая поддержка обычно и продление годовой поддержки на второй год это 20% в год от стоимости постоянных лицензий. То есть, подход с постоянными лицензиями тоже есть, который применим в основном для госзаказчиков или для крупных госкорпораций, кому важно использовать именно перманентные лицензии. Вот, кратко скажу, что если требуется, если у клиента реально много данных, ему нужно подключать больше ядер полиматика аналитикс, то он может также докупать дополнительные ядра помимо тех четырех, которые включены, это одно ядро 150 тысяч в год дополнительное сверху этого пакета, но это когда речь идет уже о больших объемах данных и мы можем делать сайзинг и, соответственно, с клиентом решается вместо сколько ему необходимо мощностей под модули полиматика, в частности под модуль полиматика аналитикс. Могу кратко сказать, ну, полиматика ML более такой нишевой продукт для заказчиков, кто именно продвинулся до уровня предиктивной аналитики по строению модели машинного обучения. я, наверное, сейчас подробно не буду вдаваться в детали, мы можем также сделать сайзинг, подготовить предложение по полиматике ML, соответственно, для клиентов, кому актуальна вот эта тематика. лицензирование полиматика ML мы продаем сейчас как постоянные лицензии в основном под крупные какие-то проекты, где нужна предиктивная аналитика. То есть можем по запросу подробнее тогда рассказать, кому актуально. коллеги, буду рад ответить на уточняющие вопросы, если возникли. Да, буквально один маленький вопрос возник. Ядро это сервер кластера или ядро сервера? Нет, имеется в виду процессорное ядро, то есть core, CPU core. Вот. И еще раз как бы резюмирую, что в начальный пакет 30 пользователей входит также 4 ядра полиматика аналитик салаб движка, который можно использовать как вычислительный движок для анализа данных и отхок запросов. как АЛАП-инструмент. Соответственно, пользовательские лицензии тоже можно докупать до уровня, который необходим заказчику, если 30 лицензий не хватает например по 15 тысяч за пользователя. надеюсь, ответил на вопрос, если какие-то уточнения вдруг есть по лицензированию, буду рад сейчас ответить, или оффлайн, как удобно. Можно наш контакт есть. Конечно, хорошо, спасибо большое. Я думаю, что мы можем потихоньку закругляться. Мне кажется, мы довольно широко и подробно осветили сегодня как раз возможности системы в рамках того кейса, который закладывали на сегодняшний тест-драйв. Понятное дело, что система обладает гораздо большими компетенциями, функционалом и закрывает гораздо больше количества задач, чем мы сегодня смогли показать, но что хотели показать, мы в общем-то показали и довольно подробно и наглядно, за что огромное спасибо коллегам из полематики. Все основные тоже вопросы, которые чаще всего задаются заказчиками, мы тоже с вами осветили. Все вопросы, заданные в чате, в блоке вопросов, у нас тоже стоят как отвеченные, поэтому считаю, что у нас довольно продуктивно прошел сегодня тест-драйв. Всем огромное спасибо и хорошего дня. Да, спасибо большое Беоконсал за проведение, за организацию, будем надеяться, что это не первый, в смысле не последнее наше мероприятие совместное, будем работать. конечно нет. Да, да, спасибо. Всем спасибо, кто присоединился, да, всем хорошего дня. Все, всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok